Мы находимся в совхозе имени Ленина, директор которого выдвинул свою кандидатуру от КПРФ в президенты России. Вот пытаемся поговорить с людьми, посмотреть, что же он за чудо сделал. Меня зовут Нина Дмитриевна Губина. А вы работник совхоза, да? Да, работник. 42 года отработала. А вот помните то время советское и капиталистическое сегодняшнее? Как изменилось все это? У нас все изменилось в лучшую сторону, когда принял Павел Николаевич. Нам дают овощи на всю зиму. Пенсионерам бесплатно. Здорово. Такого нигде нет. Значит, три мешка картошки, два мешка капусты, мешок свеклы и мешок морковки. Я с семьей не поедаю это. Ко всем праздникам. Вот, к Новому году, к Дню Советской Атакы, к Дню Победы, к 8 марта и к Дню Пожилого Человека. Дает нам по 4 тысячи. Помимо всего этого. Здесь комфортно, здесь удобно, здесь, как бы вам сказать, спокойно жить, не страшно. Здесь не страшно за детей, здесь все друг друга знают. Здесь такая вот аура, вот, хорошая, спокойная. Ну вот, поэтому так. А вот этот вот садик, он тоже... Это детский садик, который построил совхоз имени Ленина, свои средства. Туда ходят все дети. Ну вот вы с соседками, наверное, поговорили, уже, наверное, все обсудили, вот, вот, последнюю новость о выдвижении Павла Николаевича. Вот, общее мнение какое? Какое? Ну, я понимаю, что Павел Николаевич. Горюем, горюем, но Павел Николаевич у нас достойный человек, действительно, в общем-то. И на зарплаты здесь люди тоже не жалуются? Нет, на зарплаты не жалуются, текучестикаторов нет. Народу очень много звонит, но вакансий у нас нет в совхозе. Все хотели бы работать в сельском хозяйстве, но почему? Очень много народа со всей страны, и все хотят работать в сельском хозяйстве. Почему в других губерниях не работают, не знаю. В фитнес можно ходить бесплатно, все жители совхоза ходят, те, кто желают. Также наши дети могут ходить в дом культуры, заниматься в кружках. Кружки тоже все бесплатные. У нас есть хорошая территория прудов, где мы можем спокойно гулять. Два детских парка, один на территории прудов, это детская площадка. И вот парк сказок за дом культуры. Денисова Лариса Ивановна руковожу театральным коллективом в совхозе Ленина. То есть это кружок такой, да? Да, это коллектив, который занимается театральной деятельностью, самодеятельной. Это кружок платный, бесплатный? В совхозе Ленина нет вообще такого вопроса. Все, что есть здесь, все бесплатно. За 9 лет я здесь квою только не видела. То есть звезды кино, театр, они и выступают, и тоже бесплатно, да? Ну, конечно. Весь совхоз приходит, и весь совхоз... Творческие встречи, вечера или как они называются там? Да, все это происходит, и все это происходит всегда бесплатно. У нас вообще слово «деньги», мне кажется, вообще отсутствует в этом смысле. Культура, образование, это... Да. Все, что касается образования, культуры, все, что касается досуга, каждый год что-то придумывают такое новенькое, чтобы удивить людей. Скажите, а техническое оснащение зала как оценивается? Вот, смотрю, колонки такие стоят. Вы знаете, мне кажется, что предела лучшему нет, но если нам что-то нужное мы просим, мы получаем. То есть не гиперкартических? Я даже не знаю, как это решается. Это самое идеальное вообще, что я не знаю, как это решается, но оно есть. Приобрели мы здесь, в этом доме, как раз квартиру, а вот переехали сюда, и, в принципе, со временем, с каждым днем, когда я здесь находился, когда ко мне начали приезжать родственники, то есть просто восхищаться этим местом, скажем, просто смотреть и не понимали на самом деле. То есть у всех, как правило, первые, скажем, видят, например, детский сад, там я им показывал еще что-то, да, 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 что-то здесь. То есть были просто в шоке, говорят, такое ощущение, как будто это не в России. Почему я вообще к вам подошел? Потому что у меня пропитался определенным патриотизмом именно к этому месту. И когда узнал, что Павел Николаевич выдвигает, скажем так, свою кандидатуру... Ну, я примерно понимаю, да, то есть я прям только за, то есть чтобы поделиться и донести, скажем так, в массы то, что вот здесь происходит, в чем подвох, я не знаю, то есть, но видя по тому... То есть сам вижу Павла Николаевича периодически, потому что я, ну, скажем так, свободный. Он без охраны, здоровый? Без охраны человек здоровается, проезжаешь в машине, видишь, человек идет один, машешь ему, понимаешь, что, то есть я просто его машу из-за уважения, я показываю, скажем так, приветствую его. Он, скорее всего, меня даже и в глаза-то никогда не видел, тоже, скажем так, меня приветствует. То есть что-то тоже не может, скажем так, не вызывать. Спасибо, спасибо большое.